Привет, друзья! Сегодня мы знакомим вас с монументальным домом в Минске. Это пространство – коллаборация города и природы, больших окон и глухих простенков, света и приватности. Авторами выступили архитекторы архитектурной студии «Семь» Олег Лошакевич и Олег Сочнев. Обо всех тонкостях и нюансах данной постройки нам расскажет один из авторов проекта, архитектор Олег Лошакевич. Здравствуйте, Олег! Добрый день! Ну что, пойдемте посмотрим. Ну, площадь объекта внушительная. Вам, как архитектору, наверняка было где развернуться. А какую перед вами задачу ставил домовладелец? Ну, можно выделить три позиции. Первое – должен быть дом современный. Это самое простое решение. Второе – надо сориентировать его по участку, солнцу и по видовым точкам. Поэтому определялась входная группа, ориентация окон второго этажа, откуда уже открывается вода, ориентация окон первого этажа, где еще ничего не видно, но можно втянуть в интерьер всю природу. А наверху, наоборот, раскрыть интерьер наружу, в природу, на воду. Один фасад совершенно глухой, потому что там соседний дом. Вот из этих комбинаций набирался как бы второй пункт. Ну и третий пункт – надо было воплотить синдром ленивого человека. Сделать один раз архитектуру так, чтобы ее не приходилось потом переделывать. Чтобы с первого раза получилось идеально. Совершенно верно. Ну, прекрасно. Как я сейчас вижу, получилось вообще замечательно. А скажите, а сколько времени ушло на воплощение идеи в жизнь? Физически два года. Но так как заказчик четко понимал, что он хочет, понимал, что ему надо, он очень хорошо вникал в процесс. Мы сделали достаточно детальный проект. Ну и строители, мягко говоря, нигде не накосячили. В общем-то, это все прошло очень мимолетно и с удовольствием. Ну, действительно, сроки получились достаточно короткие. Это прекрасно. А расскажите, пожалуйста, об особенностях экстерьера данного дома. Ну, экстерьер данного дома продиктован стилистикой. Это современный, ну, с созвуками минимализма. Ну, и основное, что определило применение материалов, это вот синдром ленивого человека. Любой материал должен был быть навсегда. Все системы подвесные, все системы через утеплитель. Кирпич тоже подвешен, там воздушный зазор. За этими панелями находится утеплитель. Это фибропанели, бетон, поэтому навсегда. Вот из этих компонентов составлялся сам дом. Ну, и в основном сделаны вот эти вот раскрытия, такие большие ниши. Это туда, куда мы смотрим такие проемы-экскурсоводы. Туда на воду, туда на воду. Ну, и применение большого остекления, поскольку раскрыть панораму можно только через большое окно и с минимальным профилем. Ну, как, в принципе, и являются эти профильные системы, которые здесь представлены на объекте. Совершенно верно. Возможно, в этом проекте есть решение, которое вы считаете особенным, уникальным. Расскажите, пожалуйста, про это решение. Я даже про три могу рассказать. Отлично. Первое, ну, то, что касается окон, у нас, чтобы прикрыть все потроха под системой, применены накладки на окна. Не двухсантиметровой толщины, а десятисантиметровой. В результате мы получили качественный заводской откос и абсолютно идеальные все стыки между панелями и откосом. Ну, такая мечта перфекциониста. Да, причем, я смотрю, это смотрится очень гармонично, как будто бы так вот и должно быть. Не штукатурка, не откос, а именно сочетание алюминия и уже самого фасада здания. Второй элемент, его просто тут не видно, он спрятан внутри. Но это все из темы синдрома. Бетонная стена сделана фундаментом двойная. Внутренняя несущая, потом утеплитель и снаружи 10 сантиметров бетона. Поэтому в результате кирпичная кладка не висит на кронштейнах, а стоит на бетонной стене. И это позволяет крепить гранит не к утеплителю, как традиционно принято, прямо к бетону. Там еще сделан зуб, на котором этот границ стоит. Ну, то есть это на века. Это долговечность. Абсолютно. Это долговечность. И третье зуб, просто опять этого не видно, чтобы добиться вот такого размера, учитывая, что подсистема имеет по 8 сантиметров конструктива, внутри сделаны бетонные ребра толщиной 14 сантиметров. Причем они оторваны от стены на толщину утеплителя. По всему дому все выносные элементы, они не прерывают тепловой контур. В нижних частях покрытия и перекрытия сделаны термовкладыши, поэтому такой запечатанный термос, перед тем, как его обшили панельник. Ну, то есть, действительно, проектно предусмотрено это решение, потому что все сейчас пытаются сделать фасады теплыми, выносными, потому что это красиво, современно. А здесь вся эта идея полностью воплощена, и вот мы видим, как оно у нас получилось замечать. Почему для данного проекта решили выбрать панорамные иллюминиевые окна? И вообще, как происходит подбор остекления на таких объектах? Со второго этажа открывается хороший вид на пейзаж. Видна водная гладь, причем в двух направлениях. Ну, любоваться природой надо через большое остекление. Причем так, чтобы можно было и сидя в кресле, и сидя на полу. Поэтому остекление выбирается большое, но с большим остеклением может справиться только алюминий. Тонкий узкий профиль, большой формат остекления, при этом хорошие теплотехнические характеристики. Поэтому вот в такой архитектуре, в таком месте только панорамное окно может решить проблему. Ну, в общем-то, и подбор так идет. Если место требует визуализации, как бы, изнутри наружу, ну, то обязательно большое остекление. Ну, да, я вот смотрю, створки практически 2 метра высотой, при этом они достаточно такие узкие, максимально светопрозрачные. Наверняка для заказчика дома это максимальный комфорт, при этом тепло, эстетика. Олег, скажите, пожалуйста, какие идеи повлияли на планировку этого дома? Кроме функциональных идей, в смысле, планировка, начинка и расположение функций, была попытка реализовать такую идею ловушки для солнца. Предыстория. Я был у заказчика, у которого лестница на весь дом пробивает по вертикали, и в колодце лестницы висели цилиндрические светильники с маленькими стекляшечками. Я был рано утром, и рассеянный свет давал на все пространство там сотни зайчиков солнечных. Это у меня был такой восторг, ну, на грани детского. Просто заряд энергии потрясающий. Я решил попробовать. И для этого мы разорвали вестибюль, потому что утреннее солнце встает с той стороны, оно должно было через окно попадать в это пространство, и через зеркально-стеклянную инсталляцию рассыпать вот здесь вот россыпь этих зайчиков, чтобы заказчик, уходя на работу, заряжался просто энергией. Это потянуло за собой идею следующего решения на лестнице. На лестнице была приподнята кровля специально для попадания солнца в интерьер, верхняя часть витражей должна была быть выполнена в цветном стекле, и движение солнца вызывало бы появление в интерьере такой движущейся картины из цветовых пятен, постоянно меняющиеся, потом исчезающие. На что важно обратить внимание при выборе алюминиевых окон? Дайте, пожалуйста, совет нашим зрителям. У ПВХ есть тоже свои преимущества. Ну, вот на этом фасаде все хорошо видно. Невозможно сделать в ПВХ такого размера остекления. Это как бы основной определяющий фактор, потому что, ну, только алюминий позволяет сделать огромные окна и раскрыть, что природа в интерьер, что наоборот интерьер раскрыть в природу. Только алюминий, ПВХ не несут ни нагрузки, профиля широкие и, к сожалению, не долговечны. А это опять же светопрозрачность, да, когда мы говорим про широкие профиля? Чем уже профиль, тем больше светопрозрачность для нашего заказчика. Ну, в данной архитектуре, да. В современной архитектуре, да. В классической архитектуре, наоборот, тема широкого профиля – это настроение. Но только не в этой стилистике. Ну, это, наверное, больше какие-то промышленные объекты, аэропорты, да, наверное, скорее всего? Нет, нет, классическая архитектура – это классический дом с архитектурой колонн и небольших окон, разбивки шпросами. Вот, там это уместно, но это не улучшает технические характеристики профиля из ПВХ. К сожалению, он проигрывает алюминию во всем. Один из приемов введения деталей в архитектуру – это применение в зоне доступа тактильных материалов, которым приятно прикасаться, которыми рядом приятно находиться. Вот пример колонна. Она отделана гранитом, но гранитом со специальной обработкой. Олег, наши подписчики в Инстаграм нам присылают вопросы. Давайте вместе попробуем на них ответить. Топ-3 ошибки при проектировании дома. На что обратить внимание заказчику? Самая большая ошибка – это самострой. Чтобы не было самостроя и излишней траты средств, надо обратиться к профессионалу. Он нарисует варианты, вы варианты увидите, сможете отсеять дорогие и ненужные, и получить хорошую продукцию с уверенным результатом, и там не будет ни одной ошибки. Отлично. Еще вопросы. Если бы вы могли провести один день с архитектором, кто бы это был и что бы у него спросили? Ле-Корбюзье, капелла в Раншане. Спросил бы я ему, правильно ли я угадал его логику, что вся капелла – это не творческий поиск, а четко построенный сценарий, взятый из Евангелия. А какие архитектурные решения вы никогда не реализуете, даже если заказчик будет настаивать? Халтурные, ненадежные, недолговечные. Потому что фраза заказчика «ты же профессионал должен был меня убедить, что я не прав», она никуда не ушла. Поэтому никакой халтуры, как для себя. Скажите еще, экологически чистые материалы, насколько они важны при строительстве дома? Ну, это вообще один из основных моментов, потому что каждый человек хочет жить в доме, который дышит. Сделан из материалов, который не выделяет никаких феминических компонентов. Каждый человек хочет ходить по деревянному паркету, а не по ламинату. Или, не дай бог, по наливному полу, который при нагревании может выделять эпоксидные пары. Поэтому, да, если человек может себе позволить, то это должен быть деревянный сруб в деревянных всех материалах, только с пропитками, и все должно быть вокруг живое и дышащее. К этому все стремятся. Ну, не у всех получается, но к этому надо стремиться, конечно. Олег, скажите, ваш любимый архитектурный объект в Минске? Мой объект. Ваш объект? Мой объект. Сильвер Тауэр. Офисное здание на первом загородном переулке. Вот там при попустительстве заказчика удалось воплотить идею такого волнового фасада, причем без серьезных финансовых затрат, но вот реализация объекта была просто бальзам на уши. Ну, объект красивый, когда проезжаешь, его сразу же видно со всех сторон, он прям выделяется своей волной. Мне тоже очень нравится. Олег, скажите, всегда ли проект получается таким, как его планировал автор? Ну, это история полная трагизма, потому что когда заказчик не заказывает авторский надзор, а просто берет проект, как правило, он уходит в сторону, и проект теряет детали, а иногда просто выглядит по-другому. Вот. Ну, автору это всегда очень больно, потому что вложено в каждый объект все, что есть внутри. И когда просто вот чуть-чуть не дотянули, могло бы быть хорошо, но не дотянули. Это всегда очень тяжело. Скажите, а что насчет этого дома? Ну, такой дом усладывается профессионализмом, потому что заказчик участвовал в процессе проектирования, заказчик во все вникал, заказчик курировал стройку. Поэтому изначально все было придумано, и это воплотилось, в общем-то, до финала. Отступлений никаких не было. Ну, с таким бы заказчиком строил и строил. Жалко, что он мало строит. Вот. Но, в принципе, показательный объект. Скажите еще, все ли идеи архитектора можно реализовать на практике? Ну, когда ты молодой архитектор, не все заносят по полной программе. Когда у тебя уже опыт есть, ты рисуешь те идеи, которые сразу понимаешь, как ты их воплотишь. То есть ты задумываешь дом, у тебя сбоку выскакивает окошко, в котором материалы, решения, конструктив. Либо ты знаешь, где это взять, узнать и пополнить. Тогда, в общем-то, самый мудреный дом и самый сложный, он все равно реализуем. Ты не выходишь за грани возможностей, как строительных, так и технологических материалов, ну и заказчиков. И опыт помогает. Безусловно. Это самое главное. Действительно, дом поражающего воображения. Впечатлило все, от размеров коттеджа до примененных архитектурных решений. Напомню, сегодня с нами был архитектор Олег Лошакевич. Спасибо вам большое, Олег, что уделили нам время. Спасибо. Дорогие друзья, не пропустите новые выпуски о стильных объектах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и до скорых встреч.